МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы думаете, уважаемые телезрители, особенно те, кто имеет опыт вождения и некупленные водительские права, кто виноват в этой ситуации? Водитель КамАЗа виноват, который ехал прямо? Или водитель легковой, который фактически подрезал грузовик, пересек сплошную линию, которую по правилам дорожного движения пересекать запрещено, и который подставился под большую машину, попав в ее слепую зону? Так вот, по версии сотрудников УДП, на основании их протокола, виноват водитель КамАЗа, штраф в 40 тысяч тенге и документы в суд на лишение водительских прав. А это минус одно рабочее место и, соответственно, доходы минус одной семьи. Там еще и разговоры с инспекторами, которые приехали составлять кривую, судя по всему схему ДТП, с группой поддержки, прибывшей на помощь водителю легкового авто, были долгие и жаркие. С выяснением того, кто кому приходится знакомым у водителя грузовой машины, знакомых оказалось гораздо меньше, чем у того, кто был в легковой. Следовательно, по итогу он и стал виновником ДТП. Справедливость? Нет, мы про это не слышали. Данные с камер видеонаблюдения? Да, но они вроде тоже, как водится в таких случаях, волшебным образом испарились, но потом вроде как нашлись. И это в столице, в самом центре страны. Что же происходит в глубинке, страшно себе даже представить. И да, я забыл упомянуть о том, что это не просто рядовое ДТП, но еще и ущемление прав предпринимателя со стороны государственных органов. Они, к слову, обещают во всем разобраться. Там еще остались люди с чувством обостренной справедливости. Тому, что подобного рода притеснения бизнеса достигли катастрофических масштабов, и тому, что местные власти этому потворствуют, на неделю возмутился даже глава государства. Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых. Такова наша горькая практика жизни. Это, в свою очередь, парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов. И, надо сказать, к сожалению, таких примеров немало. Добрый вечер! Сумеем ли мы построить тот самый новый справедливый Казахстан? И когда у нас это получится? Итак, смотрите сегодня. Бороться не с бизнесом, а с мошенниками. А еще о богатой фантазии отдельных следователей. О том, как президент заступился за отечественных предпринимателей. Со скрипом, но посла, кто порочит программу льготного? Что автокредитование? Победа или временное перемирие? Коронавирус. Что нас ждет дальше? И мы не зря начали этот выпуск с, казалось бы, бытового конфликта, когда рядовое ДТП стало причиной спора в духе, кто виноват. Я еще раз скажу, что нам пообещали во всем разобраться и восстановить справедливость. Но виноватым изначально оказался предприниматель, наемный водитель которого, судя по всему, скорее всего, не нарушал правил, но стал нарушителем. При этом таковым его признал, по сути, государственный орган. Давайте послушаем, что по этому поводу в целом, заступаясь за весь отечественный бизнес, на неделе сказал президент, говоря о притеснениях, о рейдерстве, об ограничении доступа к государственным закупкам и о многом другом. У нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики. Итак, о чем еще говорил глава государства во время встречи с представителями отечественного бизнеса? Обо всем подробно Елена Устимович. Это уже не первая встреча представителей бизнеса с президентом в нынешнем году. Новый, нестандартный механизм взаимодействия с предпринимателями говорит об открытости и реальном желании изменить ситуацию к лучшему. А возможность так называемого свободного микрофона, когда бизнесмены могут задать любые вопросы, только подтверждают, у президента с ними открытый и честный диалог. Около 80 представителей разных сфер бизнеса собрались на этом форуме с главой государства. Он, как и в последнюю встречу, сразу дает понять, что в курсе всех проблем. Хотел бы еще раз обозначить, что как глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Повторяю, для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим. Я знаю, что сейчас имеется нарекание по работе правоохранительных органов в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю, что принцип «лес рубят, щепки летят» тут неприемлем. Каждый подобный факт будут тщательно проверять, а препятствия для бизнеса сродни преступлениям против интересов государства. Об этом президент говорил уже неоднократно. Вот и в этот раз напомнил, того, кто нарушит правила, ждет серьезный разговор. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю. Именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось в горши болезни. Только за пять месяцев нынешнего года прокуроры защитили права 100 тысяч предпринимателей. Почти столько же фактов было за весь прошлый год. Осуждены уже 13 человек за рейдерство. К моему сожалению, в отношении незаконного вмешательства в бизнес пока статистика не показывает изменения. Но необходимо, объективно говоря, и время для формирования правоприменительной практики. Но я со своей стороны попросил правоохранительного блока держать этот вопрос на контроле. Встреча с предпринимателем показывает, что все равно репрессивный характер деятельности контролирующих органов остался. Лауре Аймаковой целых полгода пришлось терпеть многочисленные проверки санврачей, а после доказывать свою правоту уже и в суде. На работу ее химчистки, расположенной на первом этаже жилого комплекса, пожаловали соседи. Предпринимательница намеревалась даже закрыть бизнес. Настолько сильным было давление со стороны контролирующих органов. Но в административном суде ей удалось доказать – нарушений в работе бизнес-объекта нет. Сказали, что вы скоро закроетесь. Это, знаете, это влияет на рабочий процесс сотрудников. Я бы уже смотрела, думаю, действительно, если сейчас нас закроют, это все уже, мы вообще работать не сможем. Нужно вывозить это все оборудование. СССР здесь уже пригласила свои полномочия. И толкование вот этого закона у них идет на своем уровне, на своем понимании. Генпрокуратура должна разобраться и прекратить уголовные дела, рожденные в фантазиях правоохранителей и проверяющих, заявил на неделе президент Токаев. Также важно усилить ответственность руководителей силовых структур, сотрудники которых мешают созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. Бизнес активно поднимает проблемы, связанные с системой государственного аудита. Результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. При этом зачастую предпринимателю невозможно обжаловать каким-либо образом результаты госаудита. Следует внедрить механизм, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке. Президент поручил как можно скорее разграничить уголовную и гражданско-правовую ответственности, эффективно выявлять факторы давления на бизнес и оперативно на них реагировать. Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на контроле генерального прокурора. Подобные дела требуется доводить до конца. Измениться должен и суд, стать открытым и справедливым, а интересы отдельных госорганов не должны принимать за интересы всего государства. В Конституции прописано и государственную, и частную собственность защищать необходимо одинаково, как в январе, когда пострадали больше 1600 объектов малого и среднего бизнеса. Ущерб превысил 70 миллиардов тенге. Местные власти помогли восстановиться и сейчас уже объекты бизнеса продолжают работать. Мы знаем, бывали даже в практике такие ситуации, когда предприниматель задолжал, скажем, там, один тенге, либо пять тенге, за него наложили в судебный процесс и так далее, арестовали счета и так далее, и так далее. А мелочь, но предприниматель, чтобы решить вот эти данные вопросы, теряет на этом время. Здесь уже президент четко и ясно сказал, что будет именно чистый судебный процесс. Президент Токаев поручил реформировать судебную систему, о чем неоднократно просили не только казахстанцы, но и иностранные инвесторы. А чтобы у бизнесменов и дальше было желание вкладывать в нашу экономику деньги, необходимо выправить дисбаланс в сфере налоговой политики и администрирования, а также создать конкуренцию. Например, при получении земельного участка президент поручил до конца года запустить прозрачную карту земельных ресурсов. Ведь ни для кого не секрет, что получить в Казахстане участок подстроительства без хороших связей вряд ли возможно. На контроле у главы государства и ценовая политика, особенно сейчас, когда стоимость товаров растет не по дням, а по часам. Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях. Ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Нужны разумные решения. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений. Как следствие, государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов. Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. В непростых условиях кризиса страна старается не только сохранить, но и нарастить объемы инвестиций, отметил президент. Он призвал бизнесменов принять самое активное участие в разработке новой экономической политики, а Акимов в решении проблем предпринимателей. Депутаты поддержали и выразили готовность оперативно рассмотреть и принять соответствующие законы и нормативно-правовые акты. Если Аким не развивает в регионе бизнес, не развивает экономику города или области, нету там дорог, нету там школ хороших, выделение средств есть с республики, но они зачастую путем хищения исчезают. Ну какой Аким тогда он, если честно? Убирать надо таких Акимов. Аким наоборот должен полностью идти с народом встречаться, смотреть в каком районе какой бизнес нужен. Громоздкая регуляторная система и излишняя административная нагрузка, говорят уже те, кто отстаивает права предпринимателей, мешают развиваться и наращивать обороты. Но изменения, как говорится, уже в пути. И бизнес-климат в Казахстане постепенно улучшается. Рейтинг местных исполнительных органов, наш рейтинг будет всецело зависеть от того, насколько себя хорошо будет чувствовать бизнес в том или ином регионе. Поэтому это очень важно. И этот принцип, он будет использован во всех регионах. И очень важно, потому что это соответствует именно духу нашей трансформации, национальной палаты. Вот сейчас мы именно делаем большой упор на клиентоориентированность. Представители палаты Атамикен предложили продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год, то есть до января 2024. Они считают, что в деле стабилизации бизнес-климата все еще необходимы так называемые тепличные условия для МСБ. Предпринимателей надо защищать и оберегать, словно молодые всходы. О чем, собственно, и говорит сам президент Токаев. Елена Устимович, Ирина Панфилова, ЖТК. Вклад малого и среднего бизнеса в формирование такого базового экономического показателя, как внутренний валовый продукт, в развитых странах мира достигает местами 63%. Это и отличает развитые страны от неразвитых. У нас же этот показатель едва достигает 30%. Это только по данным официальной статистики. Объективно в районе 20%. Так вот, развиваться МСБ во многом и мешает так называемый административный ресурс. Это если говорить очень и очень мягко. Хотя президент на неделе откровенно говорил и о коррупции, и о крышевании, и о рейдерстве, другими словами, захвате бизнеса чиновниками. И о том, что предприниматели по воле местных властей не могут участвовать в тендерах. А еще президент говорил о надуманных уголовных делах, которые правоохранительные органы возбуждают на бизнесменов, чтобы вымогать с них деньги. Многим не помогают даже суды. Поэтому глава государства и заявил о необходимости срочной реформы судебной системы. И во многом ситуацию исправят те поправки в Конституцию, за которые население сможет проголосовать 5 июня. Так вот, предприниматели, которые испытывают на себе давление, этих поправок ждут очень сильно. Анна Абрамова продолжит. День, с которого началась история уголовного преследования Олега Булаха, он помнит, как вчера. В апреле прошлого года к нему в СТО за услугой по ремонту холодильной установки обратился клиент. Такая работа для сотрудников его автомастерской – дело обычное. Все началось с простых формальностей. Подлежащие ремонту оборудование осмотрели, оценили, назначили день ремонта. С задачей справились, о чем клиенту сообщили по телефону. Но платить за проделанную работу тот наотрез отказался. Да и при личной встрече найти компромисс не удалось. Мы не стали ругаться, вызвали сотрудников полиции. Когда приехали сотрудники полиции, то есть мы рассказали, дали объяснительную. Сотрудник полиции согласился с нами, что это гражданско-правовые отношения. Мы также были с этим согласны. И изложили, что согласно 338-й статье, сейчас пункт уже не помню, по-моему, третий, мы имеем право удерживать транспортное средство до момента разрешения. Впрочем, обратившийся в СТО с этим не согласился. Вступил в контакт с полицейским. В результате, считает предприниматель, они вступили в сговор и потребовали вернуть автомобиль без оплаты ремонтной работы. Я возразил, мол, я согласен вернуть машину, но пусть клиент нам вернет сумму. Он же не согласен с нашей работой. А потом пусть оспаривает. И если суд назначит то или иное, то мы возвратим эту сумму. Однако они категорически от этого отказались. Я тоже отказался отдавать машину. Тогда они пригрозили мне, что возбудят уголовное дело и меня арестуют. Тут все и закрутилось. Начались разъезды по отделениям. Произошло принудительное изъятие автомобиля, на который, как выяснилось позже, у обратившегося в сервис не было даже документов. В итоге тот, кто вызвал полицию для того, чтобы защитить свои права, сам попал под удар. На меня было заведено уголовное дело по статье самоуправства. Хотя непонятно, о каком речи идет самоуправство. Самое интересное того, что человека признали потерпевшим, того человека. Он выставил тут же сумму нам, полтора миллиона. За что? Вообще непонятно. Непонятных моментов в этом деле немало. Представители правоохранительных органов, по словам работника СТО, и к оформлению документов относились халатно, и его доводы с доказательствами во внимание не принимали. Вместо этого защищали человека, на руках которого не было даже подтверждающих документов, а праве на автомобиль, который к тому же еще и стоял на российском учете. Долгими хождениями по инстанциям Олег Булах закрытие уголовного дела добился. Впрочем, на этом решил не останавливаться, потому как считает, что... Это рейдерство. Просто забрали машину, вывели ее из-под удара, как говорится, и не платят денег, увели ее счастливые. Человек ездит, зарабатывает деньги, а мы остались дурачка. И, похоже, это не единственный случай, когда таким образом обманывают предприниматели. Причем молва о подобного рода делах в отношении бизнесменов дошла уже до самых высоких кабинетов. Это дошло уже до президента. Он выступил дословно, что это творится повсеместно. То есть полиция, стряпая дела, отжимает потом финансовые средства, пугая тем же уголовным наказанием, теми же действиями прессуальными. И человек готов отдавать эти деньги и плюет на все остальное. Как бы он не разбирается. И это как бы... это ненормально. Но обращать внимание на такие дела только после того, как о них узнает первое лицо государства, это ненормальная практика. С этим согласны многие, но далеко не все готовы об этом говорить открыто, так как не побоялся сказать наш герой. Как, впрочем, не боится и добиваться наказания тех, кто пытался обвести его вокруг пальца. Сейчас Олег Булах работает над этим со своим адвокатом и не скрывает, что если не найдет правды, то будет вынужден обратиться за помощью к уполномочному по правам человека после того, как в Конституцию внесут соответствующие поправки. У нас в республике собираются расширить орган по правам человека. И вот единственная надежда, наверное, что все-таки, если полномочия будут переданы ему, и наши все... Я, наверное, не побоюсь даже этого слова, коррумпированные правоохранительные органы, все-таки немножко у них появится страх за невыполнение законодательства и за такое отношение к своим гражданам. В моем случае, наверное, это будет весомая помощь. И не только в моем случае, наверное, это многим людям весомая помощь будет. Стоит объяснить, что обратиться к омбудсмену Олег мог бы и сейчас, потому как орган этот существует и функционирует. Только вот поправки, которые вынесены на референдум, усилят его статус и расширят полномочия, а значит, повысят его влиятельность. Причем для этого основной закон страны дополнят новой статьей. Само закрепление статуса на таком высоком уровне, на конституционном уровне уже говорит о том, что его не только сам по себе правовое положение, но и компетенция, судя по всему, будет довольно большой, широкой. Права у него будет больше. На самом деле это так. И, естественно, расширится штат, уполномоченный по правам человека. Сейчас он очень маленький. Вот, соответственно, вот все логически ложится в ту плоскость, что права человека будут через посредственного полномочия по правам человека защищены более широко, на более, скажем так, глубоком уровне. Кроме того, уполномоченный по правам человека сможет обращаться в Конституционный суд, который будет возрожден при том же условии принятия поправок, вынесенных на референдум. А Конституционный суд – это именно тот орган, который будет заниматься защитой человека по конкретным именно вот этим законодательным актам, которые своим вообще принятием могут, возможно, нарушать права человека. И поэтому человек сможет напрямую обращаться в Конституционный суд и оспаривать. Впрочем, обращаться в Конституционный суд смогут и непосредственно сами граждане. Пока же поправки не приняты и в государстве работает не Конституционный суд, а Совет. Обратиться в этот орган может только определенный круг лиц. То есть сейчас гражданину для разрешения на его взгляд несправедливости необходимо просить об этом президента, спикеров Сената или Мажелиса. А это, очевидно, дело очень нелегкое и затяжное. Количество и качество обращений в Конституционный совет как раз говорят о том, что это происходит очень редко. Их немного таких обращений. После 5 июня этот человек сможет сделать это сам. На самом деле поводов, особенно связанных с социальной жизнью нашего общества, очень много. Когда люди такие вопросы ставят и говорят, что они считают, что что-то неконституционно. Возможно, они часто ошибаются. Ничего страшного в этом нет. Но в определенных случаях они правы. Почему? Потому что я предполагаю, что будет и много обращений, и, возможно, будет очень много удовлетворенных обращений. Возможно, именно таким удовлетворенным обращением станет запрос Олега Булаха, если не найдя справедливости в других инстанциях, ему придется обратиться в высший судебный орган государства, Конституционный суд. Или же если запрос этот оформит уполномоченный по правам человека. Каким бы путем он ни пошел, защитив свои права, он создаст прецедент, который сработает на защиту не только его одного, но и многих граждан, которые сталкивались с такой несправедливостью раньше. Но есть и такие направления бизнеса, которые, напротив, вместо давления со стороны госорганов получают поддержку. Причем за счет населения. Например, отечественный автопром, который косвенно через льготное автокредитование и пресловутый утильсбор обеспечивает себе тысячи и тысячи покупателей, которые выстраиваются в длинные очереди каждый раз, как только стартует очередная компания. Но бог с ним, с автопромом. Льготное автокредитование – это возможность для граждан купить новые машины на относительно выгодных условиях. И то, что у них есть такая возможность, это уже очень хорошо. Но всегда ли государство может нормально организовать такую возможность? И как на этой неделе стартовал очередной этап льготного автокредитования? Обо всем этом расскажет Лаура Байбачанова. Лаура Байбачанова Разочарование. Ничего сказали, машин нет, программу запустили. Финансирование поступило, но машин нет, никто не в курсе, когда будет. Ну все, в принципе, по казахской системе. Все не отработано у нас везде всегда. Я думаю, отрегулируют рано или поздно. Все привыкли, что нам приходится всегда ждать. Мы терпим, ждем, надеемся. Я вот в 11 приехала, до сих пор живу. Ждем программу, когда он откроется, запустят его. Запустили программу лишь после обеда. Людей начали записывать в электронную очередь. Но по сути, оформлять было нечего. Выставленные в автосалонах машины были либо забронированы, либо уже распроданы. Но тем не менее, казахстанцы не уходили из салонов. Приценивались, садились за руль. Быть может, думая, что это хоть как-то поможет приблизить их к мечте. Учитывая, что программа рассчитана всего лишь на 10 тысяч авто. В фонде развития промышленности людей успокоили. Машин хватит всем. Опыт в льготном автокредитовании в Казахстане есть. Механизм отработан. Револьверная система автокредитования прослужит населению еще не одно десятилетие. Программа у нас 30-летняя. А сейчас на нее выделено 100 миллиардов тенге. И здесь такой задействован хороший принцип называется револьверный принцип. То есть в идеале мы раздаем все деньги в кредит гражданам. И каждый из них ежемесячно начинает возвращать деньги. Правильно же? То есть поступает банк назад деньги. И по мере того, как будут собираться снова вот эти суммы, скажем, по 10 миллионов, одну машину, эти деньги сразу же будут выдаваться другим лицам. То есть когда мы говорим о том, что 10 тысяч человек пришло, в один день взяло все эти кредиты, деньги закончились, то где-то через пару месяцев уже будет возможность из тех денег, которые уже были возвращены получателем кредитов, вновь их запускать в оборот. То есть эти же деньги, они будут, можно сказать так по-постому, в своем соку они и будут дальше крутиться. Программа «Льготного авто» тронулась с места лишь к концу недели. Похоже, что шквал народной критики все же повлиял на расторопность чиновников, банкиров и самого Фонда развития промышленности. Событие оказалось столь долгожданным, что его организаторы созвали едва ли не все СМИ, чтобы показать, что программа-то все-таки работает. Первым обладателем «Льготного авто» в стране стал житель столицы Бигзат Леген. 16 мая я пришел на оформление «Льготного кредитования». Тут необходимо было подать заявку в банк, а чтобы подать заявку в банк, необходимо счет на оплату взять. Я взял счет на оплату у менеджеров и подал уже заявление в банк. Три дня надо ждать одобрения от ФРП, и через три дня мне позвонил менеджер, сказал, что вам одобрено, и пригласили на оформление договора купли-продажи. В прошлом году, когда я приходил, цена была 5 миллионов 690, если не ошибаюсь. Сейчас 6,5 миллионов. Эксперты считают, что программа «Льготного автокредитования», хотя и незначительна, но все же повлияет на повышение цен на авторынки. Спрос на машины будет расти постоянно, учитывая, что сейчас в стране дефицит новых автомобилей. В Казахстане сегодня зарегистрировано около 4 миллионов авто, из них больше 50%, старше 20 лет. И здесь программа «Льготного автокредитования» особой роли не сыграет, считает председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков. За год на казахстанском рынке продается, покупается новых поддержанных автомобилей, там порядка 600-700 тысяч, ну около того. То есть, что 10 тысяч автомобилей, это капля в море, это капля в море. Поэтому говорить о каком-то эффекте экономическом я бы не стал. Да, это будет выгодно для тех, того небольшого количества тех, 10 тысяч человек, которые, ну, может, плюс-минус, которые получат льготный кредит. Но льготный он, так скажем, не совсем уж такой он и дешевый, учитывая там дальнейшие условия. Вот, это выгодно кому еще? Это выгодно так называемым автопроизводителям, которым гарантированный сбыт эти 100 миллиардов, на эти 100 миллиардов будет обеспечен. Это, наверное, выгодно банкам, да, которые свои проценты какие-то заработают. И, пожалуй, это еще выгодно страховым компаниям, да, потому что данный кредит, данную покупку необходимо застраховать. Ну и, наверное, продавцы автосалонов, которые свою маржу зарабатывают в том числе не только на самом автомобиле, еще и на различных дополнительных аксессуарах к этому автомобилю. Вот, кому это будет выгодно. А в основном, ни Казахстану, ни основной массе казахстанцев от этого никакого серьезного эффекта, скорее всего, ну, я не чувствую. Программа льготного автокредитования в Казахстане впервые заработала в 2015 году. Порядка 80 тысяч человек уже приобрели по ней автомобили. В январе нынешнего года ее сделали еще доступнее. Убрали первоначальный взнос, а в числе приоритетных заемщиков появилась льготная категория населения. Люди с инвалидностью и многодетные семьи. На перезагрузку программы со счетов того самого оператора РОП выделили 100 миллиардов тенге. По сути, это деньги самих же казахстанцев, отчислявших за утиль сборы, которые, как выяснилось, в январе часто использовались не по назначению и шли прямиком в карманы отдельных людей. Эксперты теперь сомневаются и в прозрачности механизма сегодняшней программы льготного автокредитования, в которой снова интересы некоторых лиц могут быть куда выше нужд простого народа. Здесь же речь идет о деньгах, которые у нас с вами из карманов вытащил РОП, то есть утилиционный сбор. И, соответственно, задача РОПа была, так называемый автопром, как в черную дыру все это пропадало, и сейчас задача ровно такая же, то есть так называемый автопром, еще залить туда 100 миллиардов тенге. Другие модели, которые не собираются на казахстанских автозаводах, субсидировать их, смысла для государства, для тех сторонников утилизационного сбора нет. Вот. И вот эта вся льготная программа, она, скажем так, это не о потребителе, это об автопроизводителях. Эксперты также считают, что привязывать потребителей к выбору авто только отечественной сборки, когда оно элементарно не может справиться с потребностью заемщиков по льготному авто. Тоже несправедливо. Необходимо разрешить кредитование и по иномаркам. Наша производство задыхается, то есть она недостаточно обеспечена. Поэтому, конечно, как потребитель мне хотелось бы конкуренции, чтобы человек, потребитель мог выбирать, то ли он импортную машину купит, то ли нашу купит. А то, получается, нас привязали только к отечественной, а вот импортной у нас невыгодно, например, покупать. Поэтому все мы хотим конкурентной, честной конкуренции. Конечно, надо поддерживать, субсидировать тому подобное, но в этом тоже очень много подводных камней. И в итоге для нас автомобили выходят очень дорого. Очень дорого и очень невыгодно, если даже сравнить с той же Грузией или каким-то другим, Киргизией, да, где те же автомобили стоят почти в два раза дешевле, нам, конечно, обидно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы правительства очень всесторонне подошли к этому вопросу и поддерживая наш автопром, учло и наши интересы, интересы простых потребителей. В Казахстане ежемесячно производят около 7 тысяч автомобилей. Причем этот показатель во второй половине нынешнего года увеличат. Так, по крайней мере, заверили в Ассоциации казахстанского бизнеса в первый день ажиотажа с льготным кредитованием. В то время, когда дилеры разводили руками и говорили, что автомашин в наличии нет, в Ассоциации утверждали обратное. Сейчас в наличии автомобилей в автосалонах есть. Да, они есть в разных комплектациях. Минимально порядка 10 тысяч человек смогут сразу приобрести автомобили. Если Hyundai говорит, что он ежемесячно может поставлять 4 тысячи машин, то в принципе в ближайший месяц-полтора все наши потребители, которые забронировали автомобили, они эти автомобили получат. Тем временем на выбор казахстанцам предоставили 38 моделей автомобилей, цена которых не превышает 15 миллионов тенге, 10 из которых кредитует банк. Оставшуюся сумму вкладывает заемщик. Что касается одобренных заявок, то их количество уже превысило 4 тысячи, на сумму чуть больше 30 миллиардов тенге. А это около трети выделенных денег на льготное автокредитование. Лаура Байбачёнова, Дулат Интибеков, ЖТКОН. Льготные программы кредитования приходят и уходят, как, впрочем, навещают нас, как человеческую цивилизацию, и болезнетворные вирусы. То, что мы пережили в последние два года, конечно, страшно, но если посмотреть на это шире, то в истории бывало гораздо хуже. Разного рода смертельные эпидемии терзали планету на протяжении веков. Наше же поколение стало свидетелем лишь одного из этапов, этапа эпохи коронавируса. Совсем недавно нам разрешили не носить защитные маски, сняли запрет на участие в массовых мероприятиях и позволили нам, как и прежде, быть свободными людьми. Но ушла ли опасность? Чего ждать от невидимого врага? И к чему нам стоит готовиться? Обо всем этом расскажет Сабина Рахимбай. Коронавирусная инфекция или COVID-19. Эпидемия 21 века, которая появилась в конце 2019 года в китайском городе Ухань и очень быстро охватила весь мир. За полгода болезнь распространилась на 188 стран и заразила больше 8 миллионов человек. Чтобы проникнуть в Казахстан, китайскому вирусу понадобилось больше двух месяцев. 13 марта 2020 года стало известно о двух зараженных, прибывших на территорию страны. С 16 числа того же месяца в стране был объявлен режим ЧП, который действовал до 11 мая. 26 марта стало известно о первой смерти от коронавируса в республике. За два года казахстанцы пережили пять вспышек заболеваемости, которые длились от одного до трех месяцев. При этом каждый последующий подъем был выше предыдущего. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 обладает высокой мутагенностью. Причинами является возможное, заложенное природой, принцип выживания. Либо возбудитель до сегодняшнего дня еще не приобрел свою стабильную генетическую форму после перехода из природной ниши в человеческую популяцию. За прошедший период, как мы видим, возбудитель болезни претерпел множество генетических изменений. Помимо высокой контагиозности, иными словами заражаемости, проявилась еще одна особенность вируса – склонность к мутации. Если в начале пандемии было известно только об одном его штамме, который носил название по месту обнаружения «Уханьский», то позже начали появляться новые разновидности болезни. Всемирная организация здравоохранения приняла решение обозначать их буквами греческого алфавита. Так появилась альфа, бета, гамма, дельта и омикрон штаммы. Все вирусы проходят определенные стадии эволюции, так же, как и цивилизация, грубо говоря. Но у них происходят также различные мутации, которые делают их лучше, оптимизируют их свойства, проникать в человека, размножаться, передаваться дальше. Сама цель вируса – это даже, возможно, уничтожение. Уничтожение – это просто форма жизни, которая адаптируется к организму и внешним факторам среды. Самые первые мутации ковида и унесли больше всего жизни, так как протекали в тяжелой форме, поражая прежде всего органы дыхания. Новые штаммы омикрон и стелс омикрон переносятся человеком уже в более легкой форме. Данный вид коронавирусной инфекции протекает легко, чем дельта, но он опасен тем, что он быстро распространяется. Приводит к повторному заболеванию. Каким-то карантинным мерам при таком сейчас течении заболевания не ожидаем, что он приведет. Поэтому, как вы видите, все карантинные меры сняты. Новый штамм коронавируса стелс омикрон обнаружен в 12 регионах Казахстана. Однако серьезной угрозы, как его предшественники, он не несет. А поэтому привычных ковидных ограничений он не требует. К тому же, варианты мутированного вируса уже не могут преодолеть выработанный коллективный иммунитет, говорят эксперты. Повлияла на это и своевременная массовая вакцинация. Эти варианты мутированного вируса не могут пробить данный коллективный иммунитет. И свойства вакцин остаются действенными. На сегодняшний день мы произвели более 4,5 миллионов доз нашей вакцины. Мы все были свидетелями того, что она внесла большой вклад для формирования коллективного иммунитета населения Казахстана. При этом не стоит забывать, что разного рода эпидемии преследовали человечество на протяжении всей его истории. Нашу эру до сих пор фиксируются вирусные инфекции, свирепствующие в свое время на территории всего земного шара. Это несколько разновидностей чумы, холеры, оспы и гриппа, которые то и дело выявляются в разных странах мира. Все эти вирусы почти так же, как и COVID-19, в разные времена уже истязали человечество и уносили миллионы жизней. Антонинова чума, разразившаяся в Римской империи, отправила на тот свет от 5 до 10 миллионов человек. Пандемия бубонной чумы, Юстинианова и так называемая «черная смерть» на двоих убили около 300 миллионов жителей планеты. А в начале прошлого века испанский грипп скосил до сотни миллионов человек. И вот теперь коронавирус, за два года пандемии унесший больше 6 миллионов жизней. Пока прогнозируют три варианта, то есть это мягкий вариант, средний вариант и тяжелый вариант. Средний – это, как бы называют, двойной электрон, то есть он сохраняет свою высокую кортегиозность, но при этом опять летальность исключительно и мордидность низкой. Третий вариант – это называется дельтатрон, когда, помним, сравнивая с дельтатрон, который имел и кортегиозность, и мордидность, и поражаемость органов системы очень высокой. Это третий черный вариант. С появлением COVID-19 по всему миру вопросы биологической безопасности выдвинулись на первый план. В ответ на это в Казахстане приняли закон, который должен подготовить страну к вспышке новой эпидемии, какой бы она ни была. Впрочем, точного прогноза того, как в дальнейшем будет развиваться коронавирус, не может дать никто. Понятно одно, что необходимо готовиться ко всем вариантам развития событий, а возможно это лишь при продолжении ревакцинации населения. И именно отечественной науке вирусологии мы во многом обязаны тому, что вышли из пандемии относительно успешно. Да, скептики скажут, что казахстанская вакцина появилась значительно позже зарубежных аналогов, и она в общей массе своего использования в Казахстане была не столь значительной. Но то, что она собственная у нас появилась, уже говорит о многом. И о том, что наша страна стала одной из немногих, кто смог ее разработать и поставить на поток. И о том, что это говорит о высоком уровне развития отечественной науки в целом. Как развиваются другие направления казахстанской научной мысли, как уехавших из страны ученых страна возвращает обратно, и что они дают своей стране в итоге. Об этом Кунг Сая Курмят. Самые легкие, самые примитивные материалы, просто сложная конструкция. А здесь то, что мы решаем, его математическая задача. Разработку молодого ученого Азамата Йошмухаметова на первый взгляд сложно назвать роботом, потому как его конструкция представляет собой не совсем то, что мы привыкли видеть в привычном понимании этого слова. В чем и его преимущество. Устройство, сделанное из алюминиевых труб, троса и креплений, может поднять вес больше 10 килограммов, тогда как другие подобные роботы в мире поднимают всего около 200 граммов. Применять его можно в самых различных отраслях, начиная от космических исследований до строительства и машиностроения, говорит исследователь. Мы одни из двух лабораторий в мире, которые разрабатывают новые роботы, так называемые Тенцегрити. Этот робот, он может работать в самых суровых средах, под водой, высокая радиация, там, где очень пыльно, там, где буря всегда. И бывают такие экстремальные перепады температуры. Очень живучие и устойчивые. Уже проверили по симуляциям, математика у нас уже почти работает. И теперь в дальнейшем мы хотим его адаптировать больше к применению и проводить, в принципе, там, более такие эмпирические эксперименты. Азамат Ишмухаметов – один из тех молодых ученых, которые учились и работали за рубежом, но решили вернуться в Казахстан, чтобы развивать научный потенциал родной страны. Знания и опыт он получил в Японии, где также занимался исследованием гибких роботов. И сегодня он трудится в Назарбаев-университете, который запустил программу по возврату ученых. Мы приглашаем казахстанских ученых из Америки, Австралии, Франции, Японии и других стран для того, чтобы развивать науку в Казахстане. Сегодня мы создаем лаборатории мирового уровня, чтобы для исследователей были созданы все условия для работы. В сферах медицины, робототехники, искусственного интеллекта, инженерии и цифровых технологий. На заре независимости казахстанская наука переживала непростые времена. Отсутствие финансирования научных исследований, невостребованность их результатов и труда научных сотрудников в целом сделало свое дело. Закрылись многие научные институты, материально-техническая база была почти утеряна, а сильнейшие мозги утекли за рубеж. При таком положении дел о развитии научной мысли не могло быть и речи. И для того, чтобы ее возродить, глава государства еще два года назад поручил увеличить финансирование отрасли до 1% от валового внутреннего продукта к 2025 году. Ну а пока этот показатель значительно ниже. Что же касается человеческих ресурсов, то этому президент уделил особое внимание. По поручению главы государства с этого года 500 казахстанских ученых проходит стажировку в ведущих научных центрах мира. В этом году это 416 ученых пройдут стажировку в более чем одной сотне научных центров 24 стран мира. Число молодых ученых возросло более чем на одну тысячу. Вводится институт постдокторантуры. В целом научный потенциал страны, он очень значительный. В то же время двигатель науки – это исследование. Методом проб и ошибок через эксперименты ученые внедряют свои разработки в практику. А для того, чтобы они могли заниматься наукой в Казахстане, необходимо создавать те условия, которые есть в ведущих странах мира. Сегодня лаборатории Назарбаев университета оснащены современным оборудованием. И пользоваться ими могут не только научные сотрудники этого учебного заведения, но и ученые со всего Казахстана. Главное, чтобы был результат. А результат будет только в том случае, если будет интеграция образования, науки и производства, говорят специалисты. Мы приглашаем крупные компании к сотрудничеству. У нас есть поддержка от государства. Но, конечно, хотелось бы, чтобы корпорации сами были заинтересованы в инвестировании в науку, как в ведущих странах. Но многие не понимают, что исследования – это дел не одного дня. Порой результаты приходится ждать годами. За рубежом – это нормальная практика, но у нас зачастую хотят моментальные результаты. Надеюсь, эта ситуация скоро изменится. Тем временем в Казахстан вернулись уже 28 ученых. И если одни из них еще в процессе научных исследований, то некоторые уже достигли результатов. Приложение, оно так вот, знаете, работает. Оно как бы работает в очках, но у него есть еще и другие модули. То есть это не просто очки. Это данное приложение использует искусственный интеллект. Молодая разработчица Жанат Махатаева создала приложение «Ассистент памяти». Суть его в том, что система, встроенная в очки виртуальной реальности, запоминает все передвижения и местоположения человека. Такое приспособление будет полезно людям с нарушениями памяти, говорит ученый. Очки подсоединяются к серверу через Wi-Fi. И на сервер он передает данные. Вот видно, что сервер получил данные. И начинает обработку. Здесь есть камера, которая отображает. Есть вот модуль искусственного интеллекта. Он определяет, где человек ходил и что человек видел. То есть все расчеты делает именно компьютер. И потом компьютер высылает обратно данные очка. И человек уже, допустим, здесь ему нужно вспомнить, где он видел, допустим, данный объект. И он смотрит на карту. По данным Министерства образования, сегодня в Казахстане работают больше 22 тысяч научных сотрудников, 36% из которых молодые люди до 35 лет. И для того, чтобы их количество не уменьшалось, а напротив увеличивалось, необходимо создавать благоприятную среду для их развития. А чтобы их разработки не оставались только на бумагах или виде проектов, важно правильно выстроить механизмы коммерциализации отечественных технологий. Кунсая Курмет, Таир Мерекенов, Айбен Кусанбеков, Ну а мы тем временем продолжаем следить за последствиями череды трагических событий, произошедших буквально накануне в Шимкенте. Сначала мощнейший взрыв в аптеке, по сути, пристроенной к роддому, где производили медицинские жидкости. В результате ЧП погиб 18-дневный младенец и два взрослых человека. Десятки рожениц пришлось экстренно эвакуировать в другие медучреждения. Потом еще одно чудовищное происшествие. Трое малолетних детей, оставшихся без присмотра родителей, играя, забрались в багажник автомобиля, крышка которого захлопнулась. Открыть они ее не смогли. Двое вздохнулись прямо в багажном отсеке, один скончался позже в реанимации. И уже под вечер, во время футбольного матча на местном стадионе, сорвало кровлю. Под ней лишь каким-то чудом не оказалась группа подростков, которые подавали мечи участникам матча, но успели укрыться от падающих листов металла. Местная полиция ведет расследование по всем этим фактам. Подробности мы скоро узнаем. Но вернемся к официальным событиям уже международной повестке уходящей недели, во время которой зарубежные коллеги не только поздравляли президента Токаева с его прошедшим днем рождения, но и сам он принимал непосредственное участие в саммите глав государств ОДКБ, двойном юбилейном для этой организации мероприятий. Как это было прямо сейчас, расскажет моя коллега Ирина Панфилова. На этих кадрах события из 1992 года. Тогда в Ташкенте был подписан первый договор о коллективной безопасности. Свои визы в документе поставили лидеры Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, которые решили, что внешним угрозам необходимо противостоять вместе. А еще лучше делать это и вовсе мирно, без единого выстрела. И вот спустя 10 лет так называемый Ташкентский пакт перерос в полноценную международную организацию. А уже на этой неделе в Москве провели юбилейный саммит организации договора о коллективной безопасности. Сразу после традиционного фотографирования лидеры шести стран направились на переговоры. По пути Владимир Путин на правах хозяина саммита что-то увлеченно рассказывал коллегам. Возможно, говорил об изысканной архитектуре Большого Кремлевского дворца, построенного еще в первой половине 19 века. Здесь и белый мрамор, и бронза с позолотой. Сама же встреча проходила в Андреевском тронном зале, где когда-то короновали императоров. А сегодня обсуждают важные государственные дела международного масштаба. И говорят о развитии ОДКБ. Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше, имея в виду и непростые времена. Но хотелось бы отметить в этой связи, что и в 1992 году тоже были непростые времена. Они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. В таком составе воочию, а не онлайн, из-за пандемии лидеры стран-участниц ОДКБ не встречались уже несколько лет. Но этот саммит, сочетающий в себе сразу двойной юбилей, 30-летие со дня подписания договора о коллективной безопасности и 20-й годовщины существования самой организации, решили провести вживую. Касым Шумар Токаев на заседание прилетел по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В общем, нужно сказать, что в истории ОДКБ очень много позитива, потому что реально ОДКБ был, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Вот и президент Токаев отметил, что за годы ОДКБ стало эффективным механизмом многостороннего сотрудничества. Появилась прочная система коллективной безопасности, главной задачей которой — укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности, входящих в неё государств и суверенитета стран-участниц организации. А ещё члены ОДКБ вместе ведут борьбу против международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, оружия и нелегальной миграции. В этом ключе придаём большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооружённых группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и ещё больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии. С этим полностью согласен и таджикский коллега Токаева. К слову, тема Афганистана всегда в числе ключевых на заседаниях ОДКБ. За последние четыре десятилетия накапливались негативные факторы, которые способствовали ухудшению военно-политической и социально-экономической ситуации в этой стране. В этой связи ОДКБ нужно быть готовой к различным сценариям развития ситуации на южных рубежах. Впрочем, сомневаться в готовности ОДКБ к вызовам и угрозам не приходится. Потенциал у организации серьёзный, его нужно развивать, в том числе укрепляя миротворческую деятельность. Как вы знаете, по инициативе Казахстана учреждённый институт спецпредставителя генерального секретаря по развитию миротворчества. Таким образом, все необходимые инструменты сформированы, и на наш взгляд нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира. То, что миротворцам организации это по плечу, они доказали в январе этого года, когда нашей стране понадобилась помощь ОДКБ. ОДКБ за годы своего существования проявило себя заметно только в этом году. Это в связи с казахстанскими событиями, когда действительно было сработано, я бы сказал, достаточно чётко, главное быстро и профессионально. Благодаря прилёту миротворцев удалось высвободить собственные силы и быстро навести порядок на улицах. На саммите приняли решение наградить особо отличившихся тогда военных. Своевременность и оперативность этого шага наглядно продемонстрировали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность, потенциал организации по обеспечению безопасности её государств-членов. Никто на Западе даже не посмел подумать ввязаться в ту ситуацию, потому что вместе мы сила. Как ни парадоксально, может быть, январские события привлекли повышенное внимание к деятельности ОДКБ, потому что до этого, до января 2022 года, оценки в зарубежном экспертном сообществе организации были довольно-таки скептические. Я думаю, что многие, в том числе, кто внимательно наблюдает за деятельностью и вообще за ситуацией в постсоветском пространстве на Западе, они сделали выводы о том, что на самом деле по оперативности реагирование ОДКБ на должном уровне. Впрочем, организация договора о коллективной безопасности — это не только отличный симбиоз сил и идей по решению геополитических проблем, связанных с угрозой военной безопасности, но и хорошая площадка для того, чтобы обсудить то, как противостоять проблемам уже экономического характера. Санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах. Такая возможность у лидеров стран скоро появится во время заседания Высшего Евразийского экономического совета и Первого Евразийского экономического форума, которые пройдут в Бишкеке. Что касается ОДКБ, то в следующем году председательством организации переходит Беларуси. То, что ОДКБ будет прорастать партнерами, наблюдателями и членами нашей организации, это перспектива. Я могу быть в одном уверен твердо. Это в том, что вот эти все попытки вбить какой-то клин между нашими странами, внести какой-то раскол, они ничего не приведут. Наша организация сохранится и будет укрепляться. И вот эта моя уверенность, она еще больше укрепилась после сегодняшней встречи. Сразу после саммита Касым Жумар Тукаев провел встречу с Владимиром Путиным. Президенты обсудили перспективы развития казахско-российских отношений. По данным главы нашего государства, сейчас на разных стадиях реализации находятся 20 совместных крупных проектов. С общим объемом финансирования 4 миллиарда долларов. Действительно, нет оснований для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества, политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Поэтому задача, которую я ставлю перед нашим правительством, это не только сохранение этой динамики и объема торговли и инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры. Перед ними была поставлена задача именно в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации, работать конкретно с целью достижения конкретных практических результатов. Здесь в целом у нас все развивается хорошо. За прошлый год у нас рост товарооборота 34 с лишним процента. 17 миллиардов примерно долларов проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, даже несмотря на сегодняшние известные и понятные все нам сложности. Касым Жумартукаев принял приглашение Владимира Путина посетить Петербургский экономический форум в июне этого года. Кроме того, в июле правительственная делегация Казахстана поедет на крупную промышленную выставку в Екатеринбург. А осенью представители нашей страны планируют принять участие в межрегиональном форуме, который состоится в Оренбурге. Ирина Панфилова, Марат Дихамбаев, Алмас Умаргалиев и Дулат Янтибеков при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. ЖТКОН, Москва. Тем временем министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды на неделе совершил официальный двухдневный визит в США. Во время этой поездки глава внешнеполитического ведомства нашей страны провел переговоры с представителями Белого дома, Конгресса, Министерства торговли и американскими бизнесменами. Важнейшим пунктом повестки визита стал предстоящий в нашей стране общенациональный референдум по изменениям Конституции. В Вашингтоне выразили твердую поддержку реформам президента Тухаева и отметили, что они помогут задуманной политической модернизации Казахстана. Были обсуждены перспективы нашего дальнейшего сотрудничества в различных секторах экономики. Особый интерес, естественно, вызывает развитие транспортных маршрутов, по которым мы экспортируем нашу нефть, экспортную продукцию. И, естественно, были затронуты и вопросы санкций. Американская сторона заверила, что эти санкции не направлены против экономики Казахстана. И мы договорились поддерживать регулярные контакты по ненапущению негативного влияния на нашу экономику. Увидимся снова, когда вновь победим. Говорил он стране каждый раз, когда заканчивал свои блистательные эфиры. Именно его голос на протяжении многих лет сообщал нам о всех спортивных победах наших атлетов. И именно он стал одним из первых, кто заложил традиции спортивного комментирования на казахском языке. Нашего коллеги Амангельды Сейтханова не стало в прошлом году, но память о нем в сердцах телезрителей будет жить всегда. Амир Саминбетов продолжит. Своим голосом и интонацией Амангельды Сейтханов передавал спортивные переживания и восхищение казахстанцев. Именно он одним из первых на казахском языке комментировал трансляции не только Олимпийских игр, но и сотни футбольных матчей. Его по праву считают основоположником казахской спортивной журналистики. Все самые важные победы страны в эфире озвучивал именно он. Эта Олимпиада в Сиднее, как и голос комментатора, вошли в историю страны. В августе прошлого года Амангельды Сейтханов ушел из жизни, но остался в долгой памяти многих. Сегодня ему посвящают спортивные турниры и открывают студии, откуда будут выходить те, кто продолжит его творческое наследие. Студенты этой академии будут учиться комментировать различные спортивные мероприятия. Не все, конечно, это смогут. Амангельды был универсальным журналистом. Он не только комментировал спорт, но и работал в других жанрах нашей профессии. Он был профессионалом самого широкого профиля. Он поднимал острые проблемы общества по всем темам. Еще при жизни он написал книгу, которую коллеги опубликовали на этой неделе. И назвали ее «Жене стекундире Жиздискенче». Увидимся снова, когда вновь победим. Это была его коронная фраза, которую он каждый раз прощался с телезрителями, заканчивая свои трансляции. А если бы сегодня он был бы с нами, то обязательно бы забил гол в этом матче. Регулярные товарищеские встречи он не пропускал никогда. Амангельды Сейтханов не только комментировал спорт, но и жил в нем. Мне трудно поверить, что его нет с нами. Он не только коллега, он мне был как брат. Амангельды Ага очень любил играть в футбол. Всегда был веселым, позитивным человеком. Он всегда нас мотивировал. Посмотрите, сколько людей приехали почтить его память. Это говорит о том, что он был очень уважаемым человеком. Амангельды Сейтханов начал карьеру на телевидении еще в 90-х. На телеканале «Хабар» он проработал больше 20 лет и до последних дней своей жизни. Истории своего богатого профессионального опыта он мог рассказывать часами. Как-то раз из Америки приехал цирк. В железном кругу полторы минуты по кругу ездил мотоциклист со скоростью 120 километров. А я хотел прямо посередине записать стендап. Но мне сказали, не вздумай, иначе попадешь под колеса. Но я о своей безопасности тогда и не думал. Я хотел снять эффектные кадры, вот и все. И вот во время записи все заволокло густым дымом от спецэффекта. И потом артисты еще долго восхищались моей храбростью. Но мне не это нужно было. Мне надо было зрителю передать атмосферу этого трюка. И у меня это получилось. Впрочем, знали его не только как искусного журналиста, но и как остроумного мастера айтыса, умеющего точно, красиво и виртуозно выражать мысли, которых нам всем так не хватает. В день работников культуры и искусства, который праздновался буквально вчера, президент Токаев поручил профильному министерству учредить почетное звание народный артист Казахстана. Прежде в качестве высшей награды поощряли лишь заслуженными. Заслуженными, судя по всему, теперь заслуженные смогут повысить свой профессиональный статус и стать народными. На этом прощаемся ровно на 7 дней и увидимся в следующее воскресенье.